Первую в этом году сессию сочинские депутаты провели в здании на Курортном проспекте, которое народным избранникам было передано два года назад. Там оборудовали зал, который будут использовать не только для проведения заседаний депутатов, но и для разного рода городских торжественных мероприятий. Так уже сегодня здесь вручили очередные знаки отличия признаний по счет сочинцев. Медаль получил Борис Чхетяни, директор сочинского картодрома, и Людмила Ищенко, редактор спецпроектов телекомпании ФКТ. Она автор десятков фильмов о Сочи и сочинцах, в том числе «Дорогие мои старики», а также программы «Однажды в городе Эс», которая выходит в эфир больше 10 лет. Елена Анатольевна, спасибо вам большое за эту работу большую. Вы талантливый профессиональный журналист. От приятных моментов перешли к рабочим. Сегодня депутаты проголосовали за изменение сроков предоставления муниципальных помещений в безвозмездное пользование до 5 лет для повышения эффективности их использования. Так, например, сегодня помещение более 370 квадратных метров на Донской было передано городской федерации бокса. Также сегодня были озвучены кандидаты на участие в краевом конкурсе на звание лучшего ТОСа. Это ТОС Донской, Лазаревский и Верхний Николаевский. Выходим с законодательной инициативой о том, чтобы все же по городу Сочи были номинантами для получения краевых наград именно 4 ТОСа. У нас 4 внутригородских района. ТОСы у нас очень активная структура, это наши помощники, мы вместе с ними работаем. Многие председатели ТОСов, члены ТОСов, это являются помощниками депутатов городского собрания. И они помогают нам реализовать и наказы избирателей, и работать в округе. К слову о наказах избирателей. В год депутаты городского собрания Сочи выполняют более 500 поручений от сочинцев. Это вопросы благоустройства, строительства детских площадок, текущий ремонт детских садовых школ, приобретение оборудования для них и другие. На эти цели городское собрание Сочи тратит 150 миллионов рублей, по 3 миллиона на каждого депутата. Продолжение следует...